Всем привет! Это новости Турции. Кто впервые открыл подобное видео, я напоминаю о том, что я просто живу в Турции, перевожу на русский язык новости, все, что у нас здесь в стране интересное происходит из информационного поля. В первую очередь, это, конечно же, новости. Это Twitter, Instagram, социальные сети, Facebook, конечно же, телевидение, что у нас здесь транслируется. На самом деле, я больше всего стараюсь озвучить позицию, взгляд местных жителей внутри страны, то, что их заботит, что их волнует, о чем здесь, собственно, говорят, самая настоящая жизнь в Турции, что турки думают на самом деле. Я не профессиональный журналист, я просто блогер, это мой личный блог. Напомню о том, что в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал с самыми свежими актуальными новостями здесь в Турции. Новости обновляются практически каждый день. У нас близятся выборы, и все, конечно же, ожидали, что будет борьба, криминал, подковерные игры, агитация и так далее. На данный момент хочу просто вас вести в курс дела, все довольно-таки тихо и спокойно. Пока что еще целый месяц у нас остается, но все же. На данный момент в стране негласно запрет на агитацию плакаты, листовки, баннеры, всякие флажки. Если вы уже жили когда-то в Турции, бывали в Турции в предвыборной кампании, вся вот эта муклатурная, назовем так, агитация, визуал по стране, он очень обширный. Здесь всегда куча всяких флажков, завешенные важные здания, реклама различная. То есть это очень визуал, хорошо работает. В этом году это все запретили. Ну не то, что прям запретили, короче, нежелательно это. Потому что экономика, нет на это денег, и деньги, конечно же, всегда есть, если это хочется, но, конечно же, людям бы это очень не понравилось. Это были бы народные возмущения, на что мы тратим деньги, тут землетрясение, простите. То есть вот эта наружная визуальная агитация в этом году практически не ощущается, как будто бы никаких выборов нет. К Байраму сейчас происходит Рамазан, потом Шекер Байрам, Чорджу Клуб Байрам, День детей защиты, очень важный праздник. Агитации к ним, назовем так, флажки, вся история украшения есть. Фестиваль тюльпанов, кстати, в Стамбуле начался, туристы приезжают, фотоются, есть. Какие-то там афиши более-менее, но свежей информации по поводу кандидатов в предвыборах, вот этого ничего нет. Агитация на телевидении тоже довольно-таки спокойная. В основном претенденты, кандидаты, они ездят по всяким турам, то есть они встречаются со своим, митинги проводят на местах, в городах. Это, кстати, не очень супер как-то много, как это было ранее в другие годы. Но я точно могу сказать, что эта предвыборная кампания однозначно отличается от того, что было в другие годы. Не визуала большого, помпезности, пафоса, привлечения внимания, потому что, напомню, люди все еще в горе, в трауре, куча огромных проблем и экономика. И последствия катастрофы, землетрясения, столько погибших людей. Собственно, как говорится, не до этого всего. Но тихая, сапой, агитация, конечно же, проходит. Это всегда вот в этом году от вот этого визуала отошли. И это больше такая внутрянка идет. Это нативная реклама. То есть, есть всякие блогеры в Инстаграме, в Твиттере, которые за каких-то кандидатов поддерживают хэштеги соответствующие, снимают видео различные. Это вот TikTok и Инстаграм рилсы агитационные, всякие комики. В основном по блогерам они, короче говоря, пошли, по народным инфлюенсерам, неофициальным звездам, там с голубой галочкой. Да, блогеры, кто из народа, кто поближе, кто будет конкретно влиять на избирателей, на молодое поколение. Конечно, здесь борются сейчас за молодое поколение, потому что очень большой процент людей с 18 до 24 лет, которые раньше не принимали участие, провели срез опрос. И они сказали, что в этом году они на выборы пойдут, это очень большой процент, а-ля 10-12% от всей аудитории, которая будет выбирать в стране, да, людей, у кого есть право выбора. То есть, за их голоса сейчас борются, поэтому пошли через, к молодому поколению, через доступные связи, через инфлюенсеров различных. Самое активное из последнего, что обсуждается уже две недели, ну, это закидывается массово в поле введения, скажем так, государственных СМИ, официальных СМИ. СМИ провластных, это, конечно же, запуск и продаж ТОГа. ТОГ – это электрокар турецкий, чтобы вы понимали уровень, скажем так, пафоса вот этого, важности этого события. Сначала неделю предпродажи обсуждались, потом цифры, сколько их купили, цена, сравнение, потом президенту первый автомобиль, потом президенту Азербайджана второй, который выпустили с конвейера автомобиль, потом его простым смертным, которые в предпродажах стояли, им тоже начали отпускать, они платят. Теперь вот ТОГ поехал первый по улицам, вот все люди, в общем, короче, очень много рекламы, пафоса. Это представляется, как назовем так, это мой язык, да, мой сленг, как я это вижу, как житель в стране, как типа такая турецкая Тесла, да, то есть это достижение, это модно, это экологично, это прогрессивно, это достижение и достижение автечественного автопрома, потому что государственная компания это производит. Собственно, видно, что удар идет на прогресс, смотрите, вот сейчас действующая партия, которую власть, смотрите, чего мы добились, как все классно, замечательно, за нами прогресс, прорыв и развитие у нас будет. Из последних высказываний таких политических огромных, это заявка на то, что будет в три раза увеличиваться и финансирование военного сектора в стране, ну, напряженные отношения сейчас с Грецией, они все еще подвисшие, ну, такое себе, знаете, кому-то это как прогресс, и кому-то очень страшно становится, это тоже на различные мысли людей, граждан в стране наводит, да, ситуация, которая сейчас в Израиле проходит с Палестиной, взрывы, вот эти атаки, ужесточение этого конфликта, обострение, и вообще, потому что сейчас Рамадан, и вот эта облава на мечеть, которая происходила, крайне категорично негативно это воспринято, естественно, в стране большинство мусульманий, практически все, поэтому, конечно же, вот этот момент религиозный, Рамадан, ну, короче, это вот самая популярная тема, крайне негативная, и, допустим, так, в общем, люди очень этим озабочены, это прям обсуждалось несколько дней, сейчас уже подзабылось, конечно, но обсуждения были. Что касается нас, как иностранцев, что нам может быть здесь, в Турции, интересно? Turkish Airlines на своих бортах, я думаю, еще многие, кстати, в мире почему-то эту новость подхватили, обсуждали, будет бесплатное подключение, я как поняла, к Wi-Fi, но можно будет пользоваться только мессенджерами во время полетов турецких авиалиний для эконома, для бизнеса, там за день, вот, всегда было, ну, то есть сейчас за денежку все это можно, будет бесплатно, это социальные вот эти вайбер-мессенджеры, можно будет пользоваться, переписываться во время полета, то есть не отрываться от связи со своими родными и близкими, даже если ты когда-то улетаешь, это очень, конечно, удобно, когда тебя кто-то встречает из родственников в аэропорту, списаться, конечно, комфорт на бортах турецких авиалиний. Затем, также с 1 мая, вот это вообще очень важная новость, для тех, кто живет на Черноморском побережье Турции и с другой стороны, там, в России, будет открыто возобновлен паром из Сочи в Трабзон, который плывет он где-то 4-4,5 часа, его вместимость 300 пассажиров, там 200 человек, 100 машин, разная, в общем, грузоподъемность у него там различная, но этот паром был закрыт с 2014 года. Это легкое передвижение из Сочи и ты в Турцию уже 4 часа, 4,5 на пароме со своей машиной, то есть тебе ее не гнать по границе с Грузией, например, это гораздо экономней, сам паром не очень дорогой, но до данный момент пока цены не объявлялась. Конечно же, это удобно для бизнеса, для перевозки каких-то мелких, там, например, грузов частных и так далее, то есть для мелкого какого-то ИП-бизнеса, конечно, что вся история удобная, возобновляют эти перевозки. Вообще, у нас сейчас, что очень странно, а в другой стороны не странно, климат и все, что у нас, когда климат природный в Турции происходит, холодная весна. У нас бывают дни плюс 15, плюс 20 и дни плюс 8, плюс 5, плюс 7 ночью градусов, то есть довольно-таки холодно с дождем, когда влажность очень высокая, это холодно. И вот буквально у нас была зарегистрирована 28 марта самая холодная ночь, рекорд. Вообще было больше, почти по 30 градусов, 20 с лишним, там, в одной деревне, в горах, в Турции, хотя просто в марте месяце, в конце уже апреля, да, был на носу. Уже в апреле, в первых числах, в Измире, в Чешме был град, снег, и настолько холодно, что град этот остался, не расстаивал, и просто Чешме пляж, государственные набережные, который курортный вообще, и буквально через уже, реально, через полтора месяца, там уже должны лежать туристы, путешественники, люди просто загорать, пить коктейльчики, отдыхать. Там стоял снег, все было заварено просто с углом. В Стамбуле до сих пор, вот буквально вчера я отъехала в такси и услышала это по радио, эта новость уже нескольких дней, в телевизоре обсуждалась, вот в обществе, социуме у людей. В Стамбуле был штрафован таксист, который в центре города, вроде в Белиолу, не помню точно район, но, в общем, за километр пути заломил цену больше, чем почти 400 лир, 380 с чем-то. Представляете, для туристов, конечно же, да, его оштрафовали, поймала полиция, штраф у него практически 5000 лир, и у него забрали права, на 20 дней лишили его прав, право вождения, соответственно, без работы будет сидеть. Очень сильно обсуждается среди местных это наказание, я вам даже переведу, расскажу, да, как люди реагируют на эту новость, когда иностранцы, туристы говорят, вот, турки нажиться хотят, поверьте, они также готовы облакошить и нажиться и на своих, ни за чем не постоят. Так вот, местные жители, как на эту новость реагируют, что правильно, надо наказывать, совсем обнаглели, спасу уже никому, и местным, и туристам от этого нет. Конечно, такую цену местному не заломят, но попытаться обмануть местного вообще за милую душу, как бы никто за этим не постоит. Конечно же, очень одобрительно к этому относятся, к наказанию, что надо пресекать это все, и, естественно, обсуждается это очень активно, очень, что, ну, беспредел какой-то, да, то есть у местных жителей, к своему же человеку, который это сделал, очень негативное отношение, порицание. Продолжается все равно еще разбор зданий, которые были, пострадали, разрушились и унесли с собой жизни людей, которые произошли, разрушения 6 февраля землетрясения у нас было. И на данный вот момент сейчас 50 400 тел, которые достали из-под завалов. Реальных цифр, на самом деле, сколько человек там остается, не называется. Тема вообще из социума ушла, из повестки дня не обсуждается. И при этом хочу отметить, что за последний месяц статистика в Стамбуле и в крупных городах, ну, первое место это Стамбул, поднялась продажа недвижимости. Выросла на 30-35-40% продажа местным недвижимости. Это люди, которые переселенцы из пострадавших районов, где у них ничего не осталось, никакой жизни, они переезжают в большие крупные города за шансом, за возможности. У кого есть деньги, как-то там на счетах, да, были, люди покупают недвижимость для своих, для местных. Конечно же, цены сейчас пока что на квартиры, они потихонечку, не очень сильно, но чуть-чуть подрастают, но не катастрофические какие-то рывки в ценах. Но очень много стало объявлений, которые высмеивают в интернете у нас на Сахибинден. Можете сами пошариться, да, кто хочет снимать квартиру или смотрит. Вы с этим даже сталкивались, когда какая-то халупа, хибара, разбитая ужасная какая-то квартира, за цену 450 долларов, например, за нее хотят. Ну, там просто клоповник. Ну, например, в центре города. Ну, короче, да, такое себе. Нурри Демир – это представитель в Анталии палат торговцев, ну, вот этих экономических всяких дел. Он недавно было заявление, тоже обсуждал здесь местными. Так и есть. Это вам одна из причин, почему у сложности с ВНЖ вообще появлялись статы. Вот такая, что недобросовестные иностранцы, то есть там не называются какие-то точные национальности, это абсолютно разное, это ко всем относится. Иностранцы с видом на жительство, но без права на работу, без рабочей визы, не платя государству налоги, превратили свои частные квартиры или съемные квартиры в салоны красоты и парикмахерские. И по закону полиция в территорию СИТ закрытую зону, только по разрешению, по ордеру могут заходить на закрытую территорию, пользуются законом, полицейские не могут прийти, назовем так, облагу сделать, задержать, чтобы потом депорт и так далее, наказать этих людей. Общаются они в чатах своих, приглашают, типа, как будто в гости кто-то приходит, на самом деле оказывают услуги, берут деньги и не платят налоги стране, что бьет очень сильно по карману и несправедливо к официально работающим и тем же иностранцам, которые также очень много всяких салонов русскоязычных, например, иностранных, я знаю салоны арабских, очень здесь много, да, и опять же есть конкуренция, кто работает нелегально и кто легально, вот эта серая зона, почему те платят налоги, платят аренду и так далее, нанимают турок, да, для того, чтобы в твоей иностранной, ты иностранец открыл ИП, ты учредитель, может быть, да, до двух-трех учредителей, но если у тебя сотрудники другие, то пять турок ты должен на ней, да, они платят пятим туркам зарплату своим работникам и так далее, и что у нас получается, кто-то платит, кто-то нет, вот одна из причин того, почему в Инжи, скажем так, усложнилось, получение именно сбора этих документов стало на более детально, вот поэтому, потому что люди не платят налоги. И последняя свежая статистика, вот про выборы еще вернемся, я вам хочу ее прям зачитать, это самая свежая статистика на 3 апреля была, метрополь, но это не Туркстад официальный наш, который только можно в стране, скажем так, доверять которому, да, государственной, а независимая статистика, но все равно, было опрошено 2610 человек с 1 по 3 апреля в 28 провинциях Турции, то есть это очень обширно, да, практически всю страну они взяли, и звонки были телефонные с вопросами, за кого будете голосовать и так далее, то есть обычная статистика стандартная, так вот, по вот этим опросам из 2610 человек в разных абсолютно регионах разношерстных страны 41,1% у правящей партии сейчас, и 42,6% у оппозиции объединенной, там дальше по чуть-чуть уже процентов разбросано на остальных кандидатов, то есть остается все равно вот эта сила, и даже уже на, скажем так, в телевидении Синент-Турк, например, Хабер-Турк и так далее, когда идут дискуссии и обсуждения выборов, очень много уже говорят о том, что да, по факту сейчас у демократической силы реальные есть шансы на победу, если они правильно воспользуются ситуацией, будем знать, воспользуются они или нет, и последняя новость, не очень, скажем так, приятная, грустная, но об этом тоже стоит сказать, я не буду саму новость эту обмусоливать, назовем так, она довольно-таки больная, но неприятная, тяжело об этом даже просто говорить, было совершено убийство на сирийскую девочку, которой 9 лет, ее убил сосед Турк, и это было, как правильно назвать термин, это убийство педофила, да, назовем так, и когда это все вскрылось, то есть нашли тело ребенка, который просто пропал, оказалось, это сосед, и вот эта вся история, здесь очень начались огромные обсуждения вот этой темы, есть, конечно же, горячие головы, которые о том, что надо вводить смертную казнь именно для педофилов, изменять, в общем, законодательство в стране, с другой стороны, либералы, демократы, все прочие говорят, где гарантия, что потом это не распространится в плане статья, и смертная казнь и на другие, уголовные преступления или замена пожизненного наказания, то есть условно, это негуманно в любом случае, можно там лечить людей, садить на пожизненное, но не лишать их жизни. Идут эти дискуссии активные, но по факту, я хочу отметить, вот, да, как себя иностранец, ребенок иностранный, здесь в Турции дети все одинаковые, неважно какой-то национальности, иностранец, приезжий, сирийский или турецкий ребенок, это очень активно все обсуждается, люди крайне злые, прям очень агрессивно настроены к этой новости, к этому человеку, который это совершил, и получается, да, иностранный, по сути, ребенок происхождения иностранного, и местные жители, кто это сделал, но, скажем так, никакое снисхождение к нему, естественно, нет, люди, наоборот, максимально просят максимального наказания, то есть, чтобы это вообще не обсуждалось, и вообще ужесточить эти законы в преступлениях, связанных с педофилией. Дискуссии в обществе только эти зарождаются, не факт, что это, скажем так, будет дальше развиваться, но настроения людей такие. Почему развиваться не будут? Есть политические аспекты, подобная мера смертной казни, вообще, в принципе, для имиджа страны на международной арене, это огромный минус, это определенное клише, и, как бы, вместо смертной казни есть пожительное заключение, да, и, как говорится, никто не бог, чтобы лишать кого-то жизни, а кто-то позволяет себе, да, это делать, таких людей надо, соответственно, наказывать. В общем, эти дискуссии в обществе сейчас идут. Вот такие новости Турции, спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции, ссылка в описании будет, и кому-то, если нужна моя психологическая консультация, в инфобоксе моя почта, пишите на почту, тема письма, консультация. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.